ребята всем привет всем привет сегодня у нас будет распаковка большая распаковка мы давно планировали и затянули он давно нужно в общем у нас есть покупки очень много покупок детских товаров коляски одежда и много разных разных различных товаров мы постараемся сегодня все это раскрыть и показать вам но самое главное у нас большая такая коробка здесь у нас коляска которую нам нужно уже использовать вот мы сегодня вечером даже пойдем возможно возможно если будет время у нас много очень планов на сегодня у нас еще ребенок спит вот пока спит записываем видео что погнали вызывать коляску нам подарили карина с ними подарили на бэйби шауэр но на бэйби шауэр мы не показывали потому что она была доставлена на дом на бэйби шауэр принесли подарки те кто мог их поместить в руках мы знаем какая там коляска что мы с вами выбирали и добавляли в бэйби речи ребята спросили какой мы хотим и выбрали посмотрим что у нас здесь здесь коляска на месте здесь целый такой пакет упа бэйби конверт наверное со всякими там здесь инструкция наверное скорее всего как собрать вот здесь вот есть такие штуки сейчас все посмотрим инструкции для слабаков все вот так чем это сделано а ну здесь конверт лежал естественно куча коробок а может и да кстати я ожидал что она будет намного тяжелее здесь еще одна коробка здесь уже ведет сама сам механика ручка наверно что это сейчас все буду смотреть так ребят здесь была большая книжка но что я сделал я сказал нужно нам нужна маленькая двусторонняя бумажка это колеса вот это модня вы колеса все миланчик цезарь 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 боком боком конечно она думал сюда как Как классно, как классно, в чём делаешь? Как, удобно? Вообще кайф, слушай, вообще. Ну слушай, не зря говорят, что это одна из лучших колясок на маркете. Слушай, вообще так удобно, поворот любой вообще. Ой, 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 ой. Так, теперь. Что ж ты? Пас. Ух ты, слушай, ух ты. Смотри. Это у нас что? А, это вот как раз таки сиденье. Это когда повзрослее будет, это сама коляска, да? Это сейчас нам не нужно. Нам нужен басень. Да. Люлька. А цвет расскажи про цвет, Паш. Ну давай, сейчас достань люльку. Вот это? Господи. Смотри, у меня тут уже всё. Ага, ну это же прям как люлька получается. Ну да. Скажи, Паш, про цвет, историю. Цвет? Цвет называется меланж. Так что... Мы когда выбирали, мы когда увидели, там... Нет, ты сначала выбрала, а ты сказала, мне такой цвет... А нет, ты спросила меня, нравится мне такой цвет. Да, там же много разных цветов было, мы никак всё определиться не могли. Говорю, Паша, тебе нравится вот этот вот серо-голубой? Паша такой, посмотри, смотрит и читает, там написано было меланж название. Паша говорит, только меланж называется. И ребёнка будут звать Милан. Ну там чуть-чуть по-другому пишется, мы такие, ну всё, определились быстренько. Вот теперь у нас коляска Миланж. И ребёнок Милан. Или Милан. Кажется, там проснулся у нас кто-то. Кто-то. Слушай, ну вообще крутяк. Я думала, мы сейчас будем тут полдня собирать. Нет, всё, мы готовы. Это тебе не Икеа, да, Паша? Да. Слушай, ну это вообще шикарно. Знаешь почему? Потому что, ну во-первых, она так быстро собирается. Во-вторых, она манёвренная, да? Она лёгкая. Я не думал, что она лёгкая такая, но реально, ну она, как бы у неё есть вес, но она, я думал, что она будет тяжелее. Ну то, что манёвренная, смотреть вообще можно. А ещё там должны быть кожаные ручки, ну-ка сними. А есть, есть, это в другом. Ага, ещё есть. Вот здесь что-то ещё есть. Я помню, что выбирала, мне понравились коричневые ручки такие кожаные. Вот здесь. Ого, смотри. Здесь вот здесь ручка. Вот она. Угу. Кожа. Сто процентов. Кожа рожи. Блин, какая она приятная. Сетка москитная есть. Угу. Что-то бибилит. Паш, это паркур сейчас был. Цезарь, что ты намешаешь? Намешаю. Слушай, ты посмотри сколько места. Там дофига места вообще. Там можно положить просто, я не знаю. А, она как-то запасная ещё, похоже. Смотри, это, то есть, здесь уже идёт. А, а что это? А, это, наверное, на ту, которая пытается. На ту, да. Смотрите, ребята, это кожаная ручка коричневая. Мягкая. Слушай, шикарная вообще. Это называется Апа Бэйби, либо Упа Бэйби. Я не уверена, как это точно. Это Виста. Такая вот. Виста 2. Виста 2. Сейчас покажу вам поближе цвет. Вау. Свет, если нужно. Вот так вот, видите. Детали кожаные. Ну, офигенно. Ну-ка, теперь закрой её. Закрой её. То есть, верни. Так, сейчас. Она учится бы ещё. Угу. Подожди. Вот эти кнопочки. А вон та штучка для чего? Не знаю. Смотрите, покажи здесь, да? Матрасик уже есть. Да, здесь матрасик, но тут нужно понять. Посмотрите. Что нужно понять? Как и куда, что делается. Пока что я не понял. А что, всё правильно, мне кажется? Нет, ну здесь как-то вот эти штучки есть. Видишь, они как-то... Здесь ещё как-то что-то делается. Надо, короче, инструкцию. А, всё, да, вот я понял. Всё. Вот так вот. Что-то, что-то вставляется. Так, теперь она встала. Ну, вот эта часть, это будет, получается, когда уже... Люлька, по-моему, до шести месяцев всего. И с шести месяцев уже можно использовать такую вот эту часть. Да. Вот эту... Сохраним вместо коробки вот эту штуку для люльки. Правильно? Да, да, да. И потом будем убрать. И уже потом она нам понадобится там для следующих детей. Ага. Ну, прикольная, смотри, да, тоже. Да, да, да. Всё продумано, всё очень... А ей. Угу. Всё очень качественно сделано. Я на качественно, да. Мне очень нравится. Она стоит своих денег, я думаю. Да, пошли? Да. Вообще, то есть... Так она легко едет. Смотри, вообще можно вот так вот... Одной рукой можно всё делать, да? Одной рукой. Я очень люблю. Ну, в принципе, у нас в дороге хорошие. У нас не должно быть там каких-то камней. Ну, да. Да, в ровной дороге. Вообще-то... Классно-классно. Классенький она вообще, конечно. Тебе нравится, да? С удовольствием, я думаю, будем гулять. Угу. Да? И Миланчика возить. Как там? И тогда раз. Опа! Классно вообще. Смотри. Ну, мать довольна. Всё. Эту штучку нашёл, ну, показывай. Эту инструкцию нашёл. Показываешь, что ты нам нашёл? Да. Вот такая штучка. Опа! Хупля-жупля. Это от солнца, чтобы не светило солнце. А здесь, внутри эти сетка, чтобы воздух проходил. 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 Ну, классно. Вообще. Ну, классно. Слушай. Потом сразу всё хочешь. Вот так, да? Ну, всё продумано, да? Да. Я, если честно, просто коляски давно не видела. Для меня, может быть, это для нас это вау. Что? Кто-то скажет. Обычная коляска, ребят? Ну, чё? Так, ребят, что-то мы ещё нашли. Тут божделик. Да, что есть? Ещё есть москитная сетка, да? Ещё есть москитная сетка, да? Ещё есть москитная сетка, да. А это на какую-то, может быть, на вот эту коляску? Не знаю. Смотрите. Ну, какую часть? Или она две, или она универсальная? Кажется, она универсальная. Ну, слушай, это прикольно, у нас в Аквариде это вообще актуально. Ну, кстати, у кого снег, тоже от снега, да? Да, снега тоже. Нам от дождя. Угу. Окей. Так, что ещё там? Показывай быстренько. Здесь, по-моему, две москитные сетки. Антимоскитные, да? Да. Одна сетка моски. Тут я попробую на вот ту часть. И тут ещё. Ага. Класс. А вот это на этот? Вот это здесь нарисовано. Да. На басине, да? Да, на басине надевается. А это на сиденье. Угу. Ну, давай ещё это, померим, попробуем наш корсит. У нас же есть корсит. Да, у нас есть корсит. Сиденье. Он другого цвета, ну? Или он такого же? Нет, он по-моему, чёрный. Подожди, какого он цвета? Я теперь другого цвета чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Потому что, как легко, да, снимается. Так, вот наш корсит. И, да. То есть, вот так это делается. Отлично. Всё. Ну, здесь, в принципе, цвет даже никакого нету не играет, потому что здесь… Всё чёрное, да? Да, здесь нет другого ничего. Так что… Слушай, ну, вообще, всё здорово, да, Паш? Да. Вот, смотрите, без распаковки, но вот показываю. Мы заказали вот такие весы, чтобы взвешивать Миланчика. Стоят они 50 долларов на Амазоне. Мы сначала думали, нужны нам или нет. Но теперь, так как у нас он родился маленького размера, нам нужно… самим хочется отслеживать. Сколько он веса набрал за неделю, вот, чтобы знать и быть спокойными. Хватает ли ему питания. Вот такие вот весы, очень даже хорошие, чётко всё показывают. Написано было, кстати, подходит для детей и для животных, для взвешивания. Такие вот весы. Также ещё заказала я вот такой вот для соски держатель. Это фирма очень хорошая, популярная здесь. Нам ещё подарили не слюнявчик, а для кормления такая штука, тоже силикона, тоже этого бренда. Я потом покажу коричневого цвета. А это держатель дососки. Его можно подвесить на коляску, на сумку, на рюкзак, куда угодно. Вот такая вот. Очень хороший бренд. Так, ну и здесь у нас вот такая вот, помните, мы покупали в Икеа тележечка. Очень удобно, очень классно здесь вписалась. Потом мы её перенесём, конечно, в детскую. Здесь мы вот так уложили подгузники. Здесь купили совсем недавно такой нагреватель для салфеток. На самом деле, когда я читала, что необходимо, вот этот вот аппарат был написан, что это не необходимая покупка, а просто как бы такое, знаете, дополнение. Но на самом деле это очень удобно, потому что Миланчик первые дни очень начинал кричать, потому что холодные салфетки. Вот. Поэтому мы решили и купили вот такой за 40 долларов на Амазоне нагреватель салфеток. Вот. Но они, конечно, быстро остывают, когда ты их достаёшь, но всё равно они не такие холодные без него. Также ещё мы, смотрите, здесь заказали тоже на Амазоне. Сейчас покажу, открою. Знаете, что это? Это когда насморку ребёнка высасывать все неприятности из носа. Здесь и музычка, по-моему, включается где-то. Наверное, здесь вот свет должен быть гореть. Музыка. Такой вот аппарат, по-моему, он стоит тоже 40 долларов. Вот, насадка. Надеемся, что он нам не понадобится, но на всякий случай пусть будет. И также заказали, конечно же, термометр. Заказали электронный, чтобы можно было без прикосновения проверять температуру. Я не помню, сколько он стоил. То ли 20, то ли 30 долларов. Где-то так. Ну, а там у нас слюнявчики, или как они называются, когда на плечо кладутся, чтобы срыгивал ребёнок. Так, а что здесь? Там у нас ещё вот такая штука есть. Мы заказали её. Это называется Baby Shusher. Это звук такой, знаете, белый шоу. Для успокоения тоже самый продаваемый товар, наверное. Детский для малышей. Вот такая вот штука, по-моему, стоит 30 долларов. Сейчас включу, как она работает. Также ещё этого бренда, как и держатель для соски. Вот такие вот щётки для языка. Для маленьких детей. Будем на пальчик надевать и чистить на лёд. Такие вот штучки. По-моему, 8 долларов стоит она. Вот такая вот подушка для кормления. Называется My Breast Friend. Здесь она так вот закрывается, застёгивается. В общем, удобно. Достаточно кладётся ребёнок. Вот здесь такая вот выпуклость. И с этой стороны выпуклость. Вот. Здесь кармашек. Можно воду поставить. Можно телефон. В общем, сидишь вот так и кормишь. Продается тоже на Амазоне. Нам подарили на Baby Shower Оля. Показали мы подъезд сумки для подгузников или как это называть. Что? Такая большая. Достаточно, да? Мстительная, мне кажется. Это французский какой-то дизайнер. Создает вот такие сумки. Жан-Поль Бельмондо. Я не помню как. Жан-Поль Бельмондо. Жан-Поль Бельмондо. Софор. Севаны-Эм. Окей. Интересно, махкая такая, да? Махкая, да. Поконим. В общем, у них интересные там такие вещи на сайте. Ну, чаще для холодных штатов. А это рюкзак. Мы то есть решили выбрать. Скидка была офигенная. Ну да, прикольный рюкзачок. Как ты думаешь, что... Наверное, черный рюкзак, да, все-таки побеждает, мне кажется. Может быть. Вон Бельмондо. Так он стоил 110 долларов. Со скидкой, по-моему, мы купили вот что-то там за 50, да? Угу. А, здесь еще вот такая штучка есть. А, я знаю для чего. Это на багаж, на вот эту ручку багажника. Ну, в смысле багажника. Чемодан. Тут ручка. Я так раз. Понял. И переводок держать. Как он. А, все-все-все, по-моему, да. Все прикольное туда. То есть, если мы будем лететь, то мы можем спокойно эту сумку... Так, здесь есть вот такая штука еще. А, это вот, кстати, меняет подгузник. То есть, у нас в наборчике идёт. И вот так раз, берешь, открываешь, стелешь, ребенка сюда. Берешь. Кладешь. И меняешь подгузник. В любом месте, где бы ты ни находился, у тебя есть такой вот ковричек. Это я не знаю, что... А, это для бутылочек, наверное. Смотри. А, то есть можно раз? А, чтобы раз. Она и сохраняет холод, либо тепло. Видишь? Смотри, до этого даже не было расписано. И вот здесь ручка как бы. Я знаю, для чего это ручка. Знаешь, почему? Ну, допустим, ты не хочешь брать с собой... Вот мы в ВМС обойдем, допустим, в магазин. Я не хочу брать с собой рюкзак с целым ребенком. Я беру вот эту штуку, где у меня здесь подгузники лежат, там сменная чего одежда. Эту штуку и все. И целый рюкзак. Что такое еще? Велкро. А, вот это я знаю для чего. Это на коляску, на ручку. Цеплять. Берешь. Вот это цепляешь. Вот это цепляешь за ручку коляски. Вот это пристегиваешь вот сюда. И она висит. Мне кажется, слушай, интересно, очень классно, да? Это тоже что-то можно зацепить сосками. Можно что-то зацепить, да. Слушай, мне нравится. Маленькие кармашки для телефона, например. Большой отдел. Плюс два боковых кармана. А здесь кармашки. Плюс еще два кармана. О, вот она еще вторая. Вторая. Надо не потерять их. Давай сюда сразу положим. Давай. И плюс еще два боковых кармана здесь. Раз, два. И плюс еще один карман здесь. Чем достаточно такой вместитель. Плюс еще два кармана здесь. Для бутылочек тоже, видишь? Так же, да. Либо чтобы теплая сохранить, либо холодная. И еще плюс сетка. А? Слушай, ну мне нравится. Мне тоже нравится. Прикольно. Обалденно. Так. Неожиданно у нас под рукой оказался чемодан. Да. Раз. Типа вот так. Ммм. Окей. Слушай, как классно, да? Вот так. Все. Ну, никуда тебе не одевается. Да. Классно. Классно. И он, кстати, этот. Как это слово-то называется? Как он? Унисекс. Он, кстати, да. Унисекс. Да. Унисекс. Унисекс. Он, кстати, да. Унисекс. Возможно, сумка даже чуть-чуть побольше размером. Но она ни к чему, да? Угу. Здесь с количеством вот этих продуманных кармашков все можно очень классно. Компактно уложить. Уложить. Плюс, я думаю, если путешествуешь, а мы, скорее всего, нам даже не... нам придется путешествовать весной уже. Вот поэтому... Путешествовать по делу, да? По делу, да. Поэтому мы возьмем его с собой. Он будет как бы... Ее можно будет брать с собой без багажа. Да. Ну, нам, скорее всего, придется один багаж-то придется купить. Потому что... Колясо. При с ребенком мы не вместимся в один рюкзак, боже. Со всеми вещами. Так, ребят, сейчас покажу вам, какие у нас покупки пришли. Вот такая вот коробочка пришла. Это я заказала на том сайте, где у меня был Baby Registry. Где мы делали список подарков для гостей на Baby Shower. Смотрите, какой классный. Как его называть-то, даже я не знаю. Это этот бренд. Гуми или Гауми. Очень хороший, качественный бренд. Смотрите, здесь у него такие вот есть, как они, антицарапки или как их называют. Очень качественно видно прям. И видите, здесь он вот так закрывается на кнопочку. То есть можно раз, вот так вот раскрыть и поменять подгузник. Также этого бренда я заказала вот эти варежки такие. Они на липучках идут. Тоже очень качественные. Такая вот расцветка бежевая. Все, в принципе, идеально сочетается. Мне очень нравится, что вот такие вот цвета нейтральные. И вот такой вот, вот такие вот, как они называются? Бутис, бутс. Качество очень хорошее. Это тоже на 0,3 месяца идут. Вот, и заказала вот эти слюнявчики такие. Расцветка совпадает с этим. Но здесь с этой стороны, то есть они двусторонние. Различный размер можно выбирать. Такой бежевый. Либо вот этот, вот эта расцветка. Такой вот желтенький, горчичный. Либо вот такой, я не знаю, какой-то коричневый, оранжевый цвет. Тоже двусторонний. Также я заказала с этого сайта. Вот эти многие рекомендуют соски. Я вообще не знаю, конечно, будет ли он использовать соски на шребетёночек. Но соска должна быть на всякий случай. Хотя бы до 6 месяцев. Но я ошиблась. Здесь был размер 6,18 месяцев. Но я думаю, что мы не хотим использовать после 6 месяцев. Постараться, хотим избавиться от соски до 6 месяцев. Вот, поэтому 6,18 нам не нужно. Такая мне нравится тоже у них расцветка. Нейтральные цвета. Там есть и бежевый, здесь вот серый и чёрный. Сделано в Дании. Очень качественные соски. Многие рекомендуют здесь. Американцы именно, я не знаю, в России такие есть или нет. Ну, сюда вы можете заказать... Сейчас в наше время можно заказать всё, что угодно. Так что вот эти я буду возвращать. Остальное всё остаётся. Также сегодня ещё с Амазона пришли. Салфетки для срыгивания, которые надеваются на плечо. Помните, я вам показывала такие салфетки, которые нам сшила Гейлан. Наша американская знакомая. Вы все гадали, для чего это. Так это вот тоже самое. Только вот такой вариант с Амазоном. Органический хлопок муслин здесь. Четыре штуки стоили... Что-то восемь долларов всего. Очень хорошее качество. Мне нравится. Вот так вот надевается вместо тряпочки. На плечо. И будем использовать те, которые нам подарили. В принципе, я думаю, их много не бывает. Ну и также заказала. Всем известные. По крайней мере, пишут, используют многие люди. Блогеры и вообще в интернете. Вот эти японские ножнички. Они идут от нуля месяцев. Такие вот маленькие ножнички. Стоят они, по-моему, 12 долларов. Заказала я на Амазоне. Если надо, ссылки все оставлю. На все товары. Если не забуду. Ну а вот это мы купили в Икеа. Это такой надувной матрасик. Пеленальный, менять подгузник. Вот он надувается. Я выбрала вообще на самом деле другой. Который можно было бы положить, либо поставить на комод. И такой, знаете, с застежкой. На застежке, чтобы ребенок никуда не делся. Дело в том, что у нас пандемия. И если бы я сейчас заказала, то оно бы пришло только в январе. Поэтому пришлось купить вот такой вот. И, в принципе, я думаю, можно менять на кровати. На кровати, видите, использовать вот такой вот коврик. Плюс мне также приходил бесплатно, если вы помните, я вам показывала такой силиконовый или резиновая такая штука. Тоже можно использовать. В общем, такой вот 8 долларов стоит. И на него мы еще взяли, на него взяли еще простынки такие, я не знаю, в общем, специальные для вот этого. Вот такой вот взяли, белый с серым. Там, если честно, выбора особо много не было. И взяли вот такой серенький в горошек. Вот так он выглядит. По-моему, 7 долларов и 5 долларов стоит варда. А еще я вам хотела показать коробку, которую мне прислал Walmart. Показываю такой вот Dr. Browns, насколько я знаю, тоже популярный бренд детских товаров. Вот такая вот соска. Тоже на 0,6 месяцев. Но должны быть разные соски, потому что самая лучшая будет та, которая понравится вашему ребенку. Поэтому лишним она не будет. Вот такая вот бутылочка, тоже я знаю, многие рекомендуют. Dr. Browns Anticolex. Такая вот бутылочка. Я не знаю, сколько она стоит, но у меня она пришла бесплатно. Вот здесь что еще? Какой-то, смотрите, кремчик. А, это, наверное, когда вот проблемы от подгузников. Какое-нибудь покраснение какое-нибудь вот такое вот. Ну, это типа пробник либо travel size вот такого крема. Вот такой тоже travel size babydav. Но я не думаю, что даже буду использовать, потому что у меня есть хороший бренд, который мне подарили. Вот. Это тоже мне, кстати, подарили у такого. У меня есть большой размер. Тоже использовать для той же причины. Что здесь еще? Вот такие, по-моему, здесь Huggies подгузники. Несколько штучек. Три штучки. Такие вот подгузники на пробу. По-моему, укропная водичка, это называется, кстати, продается в iHerb. Надо тоже, наверное, заказать. Здесь купон, кстати, на вот эту водичку укропную. Ну, тут различные всякие купоны. Вот. И еще здесь я видела такие вот на 12 месяцев картинки, то есть фотографии, чтобы делать на 12 месяцев. А с другой стороны идет просто реклама каких-то детских товаров. Видите, как они сделали. Вот. Ну, в принципе, все в этом наборе. И еще у меня пришла коробка. Еще одна коробка с смесью. Я не знаю, это либо от Walmart пришло, либо просто мне прислали. Но она пришла в другой день. Там три баночки смеси. Ребята, это ванночка, которую нам подарили. Такая вот классная ванночка. Здесь она очень популярна. Вот она. От нуля месяцев она подходит. Потом, когда постарше, вторая стадия, 6 месяцев. И 6 плюс. До 11,5 килограммов эта ванночка подходит. У нее есть крючок. Можно ее повесить. Это уже мы сами заказали. Дополнительный такой набор. Смотрите, здесь вот на кран, чтобы ребенок не ударился. Потом ковшик вот такой тоже в виде кита. И вот такая вот для родителей, чтобы было удобно. Мягкий такой коврик для колен. Или это для локтей. Вот такой подлокотник. Сейчас достану, покажу. У него, кстати, была скидка хорошая на сайте Pottery Barn Kids. Вот, мы заказали оттуда. Выглядит вот так подлокотник. Смотрите, здесь даже есть карманчик. Видимо, можно, я не знаю, что и телефон положить. Здесь такие липучки, чтобы на клане крепилось. Вот такая вот штука. Это коврик для коленей, чтобы на коленях было удобно стоять. Так, что здесь у нас еще? Это вот на кран. Такой вот тип. Достаточно, кстати, такой мягкий, не слишком твердый. Так, ну а вот так выглядит ковшик. Смотрите, здесь у него не просто вода льется, а вот такие специальные... Специальная резьба такая, чтобы мягко вода шла. Видимо, как-то. Вот, вот такое вот. Сегодня будем испробовать впервые эту ванночку. Я думаю, что классная. Так, сейчас мы посмотрим, как она крепится. Вот здесь инструкция «Клик», «Клик» написано. Ну, слушай, классно, да? Не нужно никакой. А я думала, сейчас нужно будет найти пеленку какую-то, чтобы... Ты знаешь, обычно же детей в пеленке сначала. А тут уже есть ткань специальная. Я думаю, что и не надо ничего лишнего. Классно, мне кажется. А воду, получается, ты набираешь отсюда или как? Или с крана берешь и поливаешь? С крана, наверное, берешь и поливаешь, да? Угу. Восстанис получили петлю! Угу. Нааэ – кути. Угу. будто н close. Ну, это ещё десять. Аху, так еще educación. Продолжение следует...